Продолжение следует... ...социальных сетей и официальных источников. Тему продолжили очевидцы события Ремнев, Нургильды и Старил. Есть ли жизнь после учебы MBA и какая она? Блогер Рустем Карымов рассказал о своем опыте, подытожив результаты учебы. Естественно, по возвращению никто с хлебом солью меня не ждал. В бизнес-школе у нас были радужные надежды и планы, что с получением престижной степени все двери для нас будут распахнуты. Жизнь показала, что ничего просто так не дается. Работу мечты мне никто не предлагал. Пришлось искать ее самому. О том, как совместить приятное с полезным, бизнес-творчество, ободки с цветочками, открытки с бантиками, а главное, как на этом заработать, рассказывают в своих блогах девушки-предприниматели «Мэйт», «Алмоня» и «Мадина 037». Семейное блогерство теперь не нонсенс. Отец талантливого художника, а также блогера Локи, начал вести свой собственный блог. Анатолий Берегута начал публикацию серии постов про остров Хайнань, куда раньше ссылали заключенных. Ничем не прикрытая благотворительность воплотилась в виде календаря с 12 обнаженными девушками-фотографами. Среди раздевшихся ради благой цели засветились блогеры «Ювижн» Мольдер, Ахметова и Винили. Минувшая неделя была богата на музыкальные события. О девичьих слезах и вздохах на концерте «Би-2» рассказала блогер «Романтик», а Аля Метеора побывала аж на концерте группы «Эванесенс». Телевидение рвется в блоги. Республиканские каналы, покорившие миллионы людей, лишенных кабельного телевидения, заполонили сеть. Телеканал «Казахстан» начал вести свой блог. А ведущая программа «Фрешмены» на телеканале «Ель Арна» Карина Сиилова делает репортажи из-за кулиси телепередач. Меня зовут Карина Сиилова, уже второй день я нахожусь на съемках проекта «САС Алема». Почему меня заинтересовала эта съемка? Я хочу узнать, есть ли деление у нас между казахской эстрадой и казахстанской, потому что раньше я не знала, кто такой Сурин Асабаев, но увидела, что на Ютьюбе его видео умеет более 58 тысяч просмотров. В продолжении темы внезапно полюбившемуся формату видеоблогов. Наконец-то стали появляться видеоблогеры из народа. Хорошо это или плохо – решать вам. К вашему вниманию Лугалов и Райм Сноу. Здравствуйте, с вами казахстанский проект «Плюс 100» Баурсак. Ну, здравствуйте. В течение месяца вы должны выйти подобрать пароль твиттеру премьера министра Казахстана Карьева Массивова. Это не все самые интересные посты на блок-платформе E-Vision. Если вам понравился какой-то пост, вы можете рассказать мне о нем, написав личное сообщение с пометкой «Для монитора». Эти несколько минут. С вами была Бакуня. До следующей загрузки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин